Мы продолжаем наш выпуск. В Наташинском парке прошло спортивно-развлекательное мероприятие под названием «Песни Великой Победы». Спортсмены из силового шоу показали детям, каких успехов можно добиться, регулярно занимаясь спортом и ведя здоровый образ жизни. Сопровождалось оно программой военной тематики. Надуть грелку и согнуть стальной пруд попробовала Александра Томей. Поддерживаем, поддерживаем! Она сейчас пахнет! Надуть грелку так, чтобы она взорвалась. Сломать черенок от лопаты, а свою спину. Согнуть стальной пруд. Нет, это не спецэффекты нового боевика. Это спортивно-патриотический праздник, приуроченный ко Дню Победы. Через мотивацию детей вести здоровый образ жизни, организаторы мероприятия прививают молодежи патриотическое сознание. Упор сделан на работу с молодежью. Естественно, это мероприятие военно-патриотическое, поэтому оторвать одну составляющую от другой невозможно. Мы ищем подходы к молодежи, потому что их необходимо заинтересовать. К сожалению, мы можем заинтересовать чаще через какие-то экстремальные выступления. Заинтересовать молодежь удается. 13-летний Степан Рогожин – участник праздника. На сцене Наташинского парка он поет песню «Алеша». Эти песни, они очень эмоциональные, и им можно задеть душу человека. Соединение эффектного шоу и традиционной учебной методики – новый педагогический подход в работе с детьми. Я сам был педагогом. В 25 лет я уже преподавал в УЗИ. Сам когда-то был ребенком. И знаю, что некоторые вещи, конечно, необходимо подавать таким образом, чтобы задержать зрителя, особенно молодого зрителя. День Победы. Отмечает вся страна. Одевают наши деды. Боевые одина. Накануне вся страна отмечала День Победы. Люберчане участвовали в праздничном митинге, шествии бессмертного полка и легкоатлетическом забеге. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.